Привет, я Роман Соболюк, корреспондент Униан в Москве. Читаю ваши комментарии к своим видеоблогам и последнее время, особенно к последним видосам, очень много таких ваших замечаний, мол ты постоянно критикуешь Зеленского, а сам ничего не предлагаешь. На самом-то деле я Зеленского не критикую, а просто констатирую факт, который сейчас сложился на российско-украинском треке. И просто хочу сказать, что быстрого урегулирования конфликта на Донбассе не будет. Не будет быстрой деоккупации, команде нашего президента нужно исходить уже из логики государственного строительства государства Украины, а не из логики избирательной кампании, где так казалось просто взять и прекратить стрелять. Нас всех ждет долгий, тягучий переговорный процесс. И мне кажется, администрации президента или, как сейчас модно говорить, офису президента, нужно исходить из того, что мы не должны и нас никто не обязывает выполнять любые соглашения, которые не соответствуют интересам Украины. Вот недавно господин Чесноков, который работает с господином Сурковым, говорил, что вот в случае выполнения Минска-2 суверенитет Украины над Донбассом будет символичный, а не реальный. А это значит, что нашим переговорщикам есть чем заняться в минском формате, который, естественно, очевидно придется и нужно сохранить к этому привязанные санкции. Ну, на этой площадке придется объяснять, что Украина в минских соглашениях видит восстановление территориальной целостности. Мне кажется, что главная проблема, что в этой спешке у нас перепутали последовательность действий. Как бы там ни было, в минских соглашениях сначала идут пункты безопасности, а потом политическое урегулирование. Ну, согласитесь, странно подписывать формулу Штайнмайера, точнее согласовывать ее, а потом размышлять на тему отвода войск. И да, если бы было бы наоборот, сначала бы была договоренность об отводе войск, а потом, соответственно, какие-то политические шаги. Мне кажется, странно, в принципе, размышлять о выборах, когда в оккупированном Луганске проходит парад по случаю пятилетия народной милиции. Можете погуглить, вы увидите прекрасные кадры, по сути, оккупационной российской армии. В такой ситуации вряд ли можно говорить о подвижках на переговорах. Наверное, можно и лучше сконцентрироваться на отводе войск, установлении постоянного перемирия. А дальше посмотрим. Как бы там ни было, но у нас появился очень неожиданный союзник. И начал тоже дискутировать с россиянами. С одной стороны, мы военно-политический союзник нашей России, участник организации договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношения с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государственными членами НАТО. Ну а с таким соседом, как Украина, у нас более 120 международных соглашений. Александр Григорьевич предлагает обсуждать проблемы на войны и мира в Минске и акцентирует внимание, что там пока спокойно. И вот это пока действительно настораживает, поскольку политика РФ по отношению к Беларуси, ну не назовешь ее братской, извините за это слово. Мы просто вам предлагаем, давайте собираться в этом тихом, спокойном пока что месте и будем обсуждать наши проблемы. Любопытно, что на вот этой конференции, которая прошла в белорусской столице, европейская безопасность отойти от края, как-то так она называлась, Александр Григорьевич озвучивал тезисы, которые во многом созвучны с тем, что говорят в Украине. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Вот знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать сегодня руководителей ЛНР, ДНР, непризнанных. Да, непризнанные, но они есть, их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренности. Лукашенко очень специфический союзник, он вроде как и вашим, и нашим. Однако, ключевую вещь он проговаривает абсолютно четко. Это конфликт между Россией и Украиной. И если будет понимание этой ситуации таким образом, то все вопросы начнут решаться сами собой. Ведь, согласитесь, если это конфликт между двумя странами, то при чем тут так называемые вот эти аббревиатуры из трех букв? Это и есть оккупационная администрация. Если будет разговор на тему между двумя странами, с посредниками или без, то вопрос может как-то решиться. И, кстати, с Александром Григорьевичем в спор или в дискуссию вступил даже Кремль. Из Нейна Руси Александр Лукашенко сказал вчера, что не нужно лицемерить, и нужно понимать, что конфликт на Донбассе – это конфликт России и Украины. Как Кремль оценивает этот движение? Ну, и здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта. Дмитрий Сергеевич, извините, повторяю этот вопрос. Как-то получается, что вот насчет России всегда разное трактование? Кто-то считает, то есть много стран, в том числе ближайшие союзники Российской Федерации, как Беларусь считает Россию участником конфликта, и Украина в том числе. А Россия нет. Как вот найти одинаковый подход в данном вопросе? Здесь нужно не искать подход в данном вопросе, не важно, кто кем кого считает. Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой. Я имею в виду проблемы Юго-Востока, и помочь Украине решить эту проблему. То есть Москва продолжает и будет продолжать в режиме «нас там нет». Но это очень интересно, согласитесь, нужно выполнять обязательства, говорит Дмитрий Песков. Однако, какие обязательства? Все нужно выполнять обязательства, или только какие-то отдельные? Потому что вот документов, подписанных и Российской Федерации, очень-очень много. И, кстати, пресловутый большой договор, и Будапештский меморандум, который гарантирует территориальную согласность Украины, мне кажется, был бы очень полезен, потому что соблюдалось бы вот этих два документа, не было бы проблем. И да, действительно, Украина была бы намного ближе к РФ. А так что получается? Крым наш, в смысле, российский, Донбасс — это Украина, но мы его не отдадим. Но странно продолжать избегать четких формулировок спустя сколько уже? Шестой год пошел? Это же ненормально. Зачем тогда ОБСЕ? Зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы и так далее. Наш организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Действительно, зачем тогда ОБСЕ? Хотя Александр Григорьевич очень болезненно воспринимает выборы, ну, как бы это белорусская история, мы в нее влазить не будем. Я не могу обойти вниманием ситуацию на востоке Украины. Я сейчас объясню, почему я выделяю эту проблему. Ну, прежде всего, потому что это наша проблема, европейская. Ключевой вопрос безопасности в Европе — это решение конфликта в Донбассе. На Донбассе, ну, бог с ним, дело не в предлогах. Понятно, что вопрос важный, и решений на сегодняшний день просто нет. А много лет назад, наверное, сразу после оранжевой революции, в 2004 году я присутствовал на оффрекордсе, который проводил на то время министр обороны Украины Анатолий Гриценко, и он сказал, что как-то своему визави российскому на то время Сергею Иванову говорил, что типа, ну, давайте мы вам поможем вывести ваши войска из Приднестровья, обеспечим коридор, чтобы наконец-то в Молдове возобладал мир. И ответ Иванова меня тогда поразил, потому что он сказал прямо, мы не хотим. И вот это мы не хотим, не хотим мира, оно будет и сейчас превалировать, ну, соответственно, уже в Украине. И просто из этого нужно исходить, что они не хотят, и исходя из этого строить свою политику. А то у нас как-то, ну, совсем какое-то сумасшедствие. Всем наругаются с друг с другом, просто нужно сказать себе, что это не внутри украинская проблема. И любая дискуссия внутри нашей страны, она не приведет к решению. В братской нам Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса. Вот нам тест. Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, ну, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Действительно, регион не может выбраться из хаоса вот этого, потому что контролируется Российской Федерацией. И да, вот так выглядит на практике русский мир. Это не одно и то же, как по телевизору. Да, они тут будут с пеной у рта рассказывать, что это все за право учить своих детей на родном языке. Ну, знаете, давайте не будем уподобляться вот этим вот ребятам, которые оправдывают российскую агрессию. Украинский конфликт, это не просто нам вызов. Украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит мы на что-то способны. Если нет, ну, будем собираться и разговаривать. А толку будет мало. Скорее всего, так и будет. Остается только один открытый вопрос. Сохранятся ли западные санкции против Российской Федерации? Потому что почему сейчас россияне вопрос ставят в таком ключе, что давайте, давайте быстрее политического регулирования? Потому что под это подвязаны санкции. То есть они хотят, чтобы санкции сняли, а контроль за оккупированным Донбассом был сохранен. Об этом мы говорили уже миллион раз. Ну, то есть, по сути, добиться федерализации Украины. Для них это важно, эти санкции. Потому что все больше и больше экспертов в России говорят, что под вот этим давлением у Российской Федерации не будет экономического роста. Если эта нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Надо решать эту проблему. Тогда вот эти диалоги будут иметь какое-то значение. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия Соединенных Штатов Америки конфликт в Украине урегулировать не получится. Даже Александр Григорьевич возмущает, что война продолжается. Российская Федерация выставляет все новые и новые условия для встречи с Владимиром Путиным. Я понимаю, что президент России действительно очень занятой и влиятельный человек. Но если мы говорим о мире, или только мы о нем говорим, а в России об этом не говорят, тогда из этого нужно исходить и не стремиться любой ценой увидеть в Париже Владимира Владимировича. Потому что как только мы подходим к переговорам, мы слышим, что да, в Кремле хотят реанимировать процесс. Но что на практике? Министр анастральных дел Украины Вадим Тристайко заявил, что Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в нормандском формате. Он назвал среди таких оснований требования об имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Возвлекает ли Кремль дополнительные требования? Заинтересован ли Кремль в том, чтобы встреча в нормандском формате не состоялась? Нет, это не так. Это не соответствует действительности, как и, собственно, все страны, участницы этого формата. Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в Верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны. Встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной. Спасибо. Пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, агентство Униан. Да, Роман. Если позволите продолжить тему, а что в понимании Кремля является подготовкой к этой встрече, и соответствует ли действительности, что Москва требует согласования по итогам саммита нормандского формата какого-то документа за подписьми четырех глав государств? Смотрите, там работа ведется на уровне помощников президента. И, естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Вот это единственное, что я могу сказать, поскольку работа сейчас ведется, работа очень непростая, поэтому я не хотел бы сейчас вдаваться в детали. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, тогда ему уже надо было собраться и что-то решать. Решать, если хотите. Но я в этом сомневаюсь. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать там себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей? Надо решать эту проблему. Тогда вот эти диалоги будут иметь какое-то значение. Последняя встреча глав нормандского формата прошла три года в 2016 году. И с тех пор, получается, стороны размышляют, как сделать следующую результативной. И можно размышлять еще долго? Еще три года? Или дольше? С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины человек настоящий, крепкий человек, патриот своей Родины, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась на следство. Он готов к трудным решениям достижения мира. И мы его в этом поддерживаем. Мы, украинцы, тоже поддерживаем нашего президента. Однако, есть ли у него возможность решить этот конфликт? Если нет, как было замечено депутатами от слуги народа, нет украинских танков под Таганрогом. А под Донецком, или в Донецке и в Луганске российские есть, как говорится, почувствуйте разницу. Это появляется прогресс. Отшлен обмен задержанными лицами. И в Минске на заседании трехсторонней контактной группы также наметился некий процесс. Но, если кто-то думает, что лед тронулся, нет, он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс. Почему? Потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Сбора использует определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. Я так понимаю, речь идет о акциях нет капитуляции, которые прошли по фактически всем крупным городам Украины. Однако, знаете, я уверен, что Владимир Александрович с украинцами как раз договориться сможет и найти приемлемую формулу. Главное, как говорится, коммуникация и диалог с обществом, с народом. А вот остаться один на один с Российской Федерацией, ну, совсем не хотелось бы. И не хотелось бы всем нам, украинцам. Независимо от того, кто за кого голосовал во время выборов и каким политическим партиям и течением относится сейчас. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый собственных интересов. Дочнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам... Действительно, весь груз ответственности на президенте Украины и Зеленском от него зависит, ну, просто колоссальное количество вещей в части того, как будет выглядеть Украина в будущем. Однако, в команде «Слуги народа» говорят о том, что у них же есть и план «Б», что, мол, если не удастся вот эти вот мирные переговоры, то они пойдут именно по нему. И там, вплоть до того, что будут полностью прекращены вот эти вот попытки каким-то образом восстановить территориальную целостность. И, мол, будет построена стена. Но, на самом-то деле, у нас вариантов у Украины, у Зеленского, у Порошенко, у любого другого президента Украины, который будет после. Вариантов немного. На данном историческом этапе это просто оборона той части свободной страны, которая осталась. А дальше будет видно, ведь суверенитет намного важнее территорий. А по поводу деоккупации наше время еще настанет. Но главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки. И 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции, и так далее, и тому подобное. Здесь с Александром Григорьевичем я не соглашусь. Никаких аббревиатур из трех букв не будет. И эти территории будут просто признаны оккупированными, как и сейчас. А по поводу народной милиции, ну слушайте, что-то за народная милиция, которая состоит из градов и российских танков. По-моему, это не милиция, это оккупационная армия. Это не одно и то же. Я, Владимир Александрович, когда обсуждали этот вопрос, сказал, что надо идти на какие-то контакты, движения, потому что война у тебя на твоей земле. Он говорит, я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему. Пройдет время. Любые раны рубцуются. Слушайте, мы с Германией пережили такую войну. Больше 30 миллионов человек похоронили. А сколько после войны калеками остались? И что сегодня? Спустя 70 с лишним лет. Мы уже не враги? Владимир Александрович пытается прекратить войну. Однако, вот буквально еще немножко, и будет у них полное понимание, что путем уступок ты поставленных целей не достигнешь. Потому что Кремль будет выдвигать новые, новые, новые требования. И отступать все время ну просто не удастся. И общество это не примет. Ну и вообще здравый смысл в офисе президента никто не отменял. А по поводу враги? Ну, знаете, немцы действительно не враги для нас. Но прошло, во-первых, много времени. А во-вторых, Германия, они покаялись за содеянные грехи. Я что-то не вижу. Чтобы кто-то в России в принципе размышлял, ну если говорить про политическую элиту в таком ключе. Так что это может длиться действительно долго. Посмотрим. Через 70 лет включите мой YouTube канал, на который вы естественно будете подписаны. И мы этот вопрос обсудим. Ну и напоследок еще одна важная новость. Практически из разряда курьезов. Если можно уточнить по вчерашнему дню президент получал различного рода поздравления от глав государств. А были ли среди них поздравления у Дональда Трампа и Владимира Зеленского? Вы знаете, до конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Спасибо большое. Опять Зеленский и Трамп вместе не поздравили Путина. Но если мы говорим про Украину, то россияне первые начали. Владимир Владимирович вообще-то не поздравил нашу страну уже после выборов с Днем Независимости. А День Независимости Украины у нас соответственно и День Рождения Путина соответственно в России это равнозначные праздники. Потому что как здесь говорят есть Путин есть Россия. Нет Путина ну дальше вы понимаете. На этом все. Читайте Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!